Матрица Матрица – это распределитель заказов ваших клиентов, ни больше, ни меньше. Это маркетинг, позволяющий просто отслеживать свою структуру, свою команду, чтобы было видно, когда вы получаете вознаграждение согласно выполненному договору. То есть вначале, когда вы начинаете работу, есть договор, есть определенные условия, с которыми вы соглашаетесь, и после завершения сделки вы получаете вознаграждение. Возникает вопрос, может ли встать так называемая матрица, или будет ли являться это негативным фактором в понимании самой системы? Ну, конечно, нет. Как это может являться негативным фактором? Давайте приведем обычный пример. Человек открыл свой бизнес по продаже капусты на рынке, открыл свою точку. Вот приходит он две недели на точку, и он никого из клиентов не заинтересовал. То есть есть огромная конкурентная рядом база, скажем так, это его маленькие точки, большие магазины, ценовая политика примерно одинаковая. Поскольку он новый человек, его никто не знает, в общем, проблема. Две недели он продал один качан капусты, предположим, один качан капусты, и через неделю он сказал, ну все, я больше ходить на точку не буду, то есть рынок меня обманул. Вот вдумайтесь, да? Рынок меня обманул. Вот обманул ли рынок его в этой ситуации или нет? Или виноват он сам? Он просто перестал ходить на рынок, перестал продавать, он оставил ценовую политику, как такую, которая была, он не сделал акции, он не сделал рекламу, он не улучшил ассортимент, и далее, 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 далее по списку. То есть человек сам осознанно признал свое поражение, он обиделся и признал виновного не себя, а рынок. А рынок это просто инструмент, который позволяет, такой же, по сути, распределитель, распределитель бизнесменов, да? Вот матрица, по сути, это то же самое, это распределитель клиентов, не больше, не меньше, то есть которая позволяет вам отслеживать свою структуру и получить вознаграждение согласно выполненных вами условий. То есть стол не может встать, это миф, что стол стоит, этого не бывает. Клиент, который пришел в бизнес и перестал работать, конечно же, он не получит вознаграждение. Назовите мне хоть один маркетинг-план, в котором клиент и любой бизнес вообще в мире, любой абсолютно, в котором клиент, приходящий в бизнес, не работая, не делая рекламу, не проводя презентации, не делая рассылки, не просто, в принципе, не работая, будет получать вознаграждение. Вот не существует таких бизнесов. Конечно, мы сейчас не говорим про дешевые эти псевдоинвестиции, пирамиды, это отдельная тема. Вот, суть не в этом. Вообще, мы еще раз, что матричный маркетинг-план подразумевает просто распределение. Сам договор является определяющим критерием для получения вознаграждения, то есть выполненные условия. То есть, еще раз, матрица – это не хорошо и неплохо, это просто концепция, концепция для реализации, которая помогает вам получать вознаграждение. Система. Брать вот простой журнал, я не знаю, да, вот в простом журнале вы начинаете рисовать вашу клиентскую базу, то есть у вас задача, то есть у вас вот есть клиенты, вы заносите в столбики, да, вашу клиентуру, понимаете, что когда у вас будет там 6 клиентов, которые приобретут ваш продукт, после этого вы сможете, грубо говоря, в магазине заплатить за аренду, заплатить за продукт и так далее, и так далее. Да, вот у вас есть система распределения. Вот если вы открываете эту вашу таблицу, которую вы там рисуете, да, и говорите, вот где мои клиенты, все, и их нет, потому что вы ничего не делаете. Вы только открыли таблицу и говорите, ну что-то не получается, наверное, система не работает, а вы сами работаете, что вы сами сделали для того, чтобы эта таблица заполнялась, чтобы клиенты шли. Вы сами ничего для этого не делаете. И после этого говорить, что матрица встала, стол встал, голубчики мои, это вы встали. Никто не может просто взять и остановиться, то есть сама система, система-то работает, всегда можно выйти на этот рынок, на эту, с капустой, да, и продавать опять, и можно опять начать продавать. То есть бизнес работает, концепция и система работают, не работаете только вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова